Мэр Сочи Анатолий Пахомов с покупателями жилья в проблемных домах определил алгоритм, который позволит отдельным самостроям в Амеретинке избежать сноса. Для этого власти должны получить подтверждение их сейсма и пожаробезопасности, а также наличие необходимых и законно оформленных коммунальных мощностей. И главное требование – застройщики должны хотя бы в части этажности привести дома в соответствии с постановлением правительства об особо ценных территориях, куда входит вся эмеретинская низменность. Если все эти условия будут выполнены, администрация города в согласии с соответствующей краевой комиссией готова подписать мировое соглашение по домам на улицах Перелетная и Фигурная. Демонтаж верхнего этажа сейчас может быть решающим моментом. Может быть, да. На сегодняшний день? Да. Как отметил Анатолий Пахомов, это абсолютно законный алгоритм действий, если учесть, что судебные разбирательства по этим домам пока не завершены во всех инстанциях. При этом Мэр Сочи подчеркнул, что мировое соглашение может быть подписано только после того, как застройщики снесут лишние этажи. На перелетные застройщику придется снести один этаж, на фигурные два. Мы должны сейчас обдумать, что делать с этими собственниками, которые там находятся. То есть их же нужно как-то решить с ними вопрос. Сейчас эта задача перед нами стоит. То есть если три этажа останутся, то четвертый этаж нужно каким-то образом. Либо застройщикам обязать приобрести для них жилье в других домах и переселить их там равноценное, либо застройщик им возвращает денежные средства с процентами. Гораздо сложнее ситуация с самостроем, возведенным застройщиком в поселке Мирный. Здесь администрация подала иск в суд еще на стадии фундамента, когда стало ясно, что застройщик возводит явно не ИЖС, разрешение на которое ему выдавалось, а многоквартирный жилой дом. Пока шли судебные разбирательства, застройщик продолжал строительство, в итоге возвел 48-квартирный дом. Решение о его сносе уже утверждено судами всех инстанций, поэтому о мировом соглашении речи идти не может. Впрочем, застройщик успел продать всего три квартиры, и теперь ему предложено возместить покупателям убытки. Иначе они вправе обратиться в правоохранительные органы и будут признаны потерпевшими от мошеннических действий. В таком случае застройщик попадет под уголовное преследование. Мы с застройщиком не будем заключать никаких мировых соглашений, закон этого не позволяет. Он виновен, никто его не снимал с вины. Есть указ президента о создании особо ценных территорий. Он его не выполнил. О том, что здесь можно строить только ИЖС, он знал. Более того, он получал разрешение на строительство индивидуального жилого дома. К слову, подобные рабочие встречи с обманутыми покупателями жилья в проблемных домах администрация города проводит ежедневно. Елена Всецин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.